В тропических лесах Мадагаскара обитает один весьма необычный вид гекконов. Заметить их достаточно сложно, потому что формой тела, структурой кожи и окрасом они очень похожи на сухие или опавшие листья, их естественную среду обитания. Фантастический листохвостый геккон. Некоторые из них еще могут похвастаться большими красными глазами, за что эти гекконы получили названия фантастические, относятся они к роду плоскохвостых гекконов, которые включают в себя 9 видов. Геккон обитает в северной центральной части острова Мадагаскар, на территории площадью около 500 квадратных километров. Красные глаза. Если учитывать длину тела без хвоста, то фантастический листохвостый геккон является самым маленьким представителем своего рода. Взрослые особи достигают в длину 9-14 см, большую часть которой занимает длинный и широкий хвост, сильно смахивающий на опавший лист. Хвост геккона. Окраска геккона дополняет этот образ. Она может варьироваться от сиро-коричневого до зеленого, желтого или темно-коричневого цвета. У самцов хвост по краям украшен выемками и неровностями, благодаря которым он становится похож на старый разлагающийся лист. А по спине проходит рисунок, напоминающий листовые прожилки. Серый окрас. Красно-коричневый окрас. Темно-коричневый окрас. Все плоскохвостые гекконы ведут ночной образ жизни, из-за чего природа одарила их большими глазами, позволяющими прекрасно видеть и различать цвета в темное время суток. У этих рептилий отличное зрение, они видят в темноте в 350 раз лучше, чем человек. Над глазами располагаются небольшие выросты, придающие геккону немного устрашающий вид. Они защищают глаза рептилии от солнечных лучей, отбрасывая на них тень. Век для увлажнения и защиты глаз от пыли у них нет, поэтому для очистки и смачивания глаз они используют свой язык. Живут эти гекконы в слабоосвещенных и сырых местах. Днем они прячутся среди опавшей листвы или на невысоких кустарниках. С наступлением темноты выходят на поиски пищи, в роли которой выступают небольшие наземные насекомые. Несколько раз в год самки откладывают по два яйца. Местом для кладки становятся укромные местечки под корягами, листьями растений или корой. Яйца очень маленькие, размером не более горошины, с крепкой оболочкой. Оплодотворенные яйца можно определить по их цвету, они белые, а не оплодотворенные, желтые. Через два-три месяца на свет появляются молодые геккончики, размером чуть более 10-ти копеечной монетки. Молодой листохвостый геккон. Впервые этот вид плоскохвостых гекконов был описан бельгийским натуралистом Джорджем Альбертом Буленджером в 1888 году. Их можно содержать дома, но в неволе они размножаются крайне редко, поэтому многие экземпляры, продающиеся в зоомагазинах, выловлены в дикой природе. Такие особи чаще всего заражены паразитами или страдают от обезвоживания организма. Из-за бесконтрольного отлова, а также постоянного уничтожения их естественной среды обитания, эти животные находятся под угрозой исчезновения.